Первый раз в юноармейский класс. В следующем учебном году некоторые угорские школьники сядут за парты не в обычном общеобразовательном классе, а в военно-патриотическом юноармейском. Идея его создания принадлежит педагогам одной из школ города Покачи. Авторы инициативы стали лауреатами на конкурсе социальных и культурных проектов в номинации «Молодежные инициативы» и получили грант. Победители уже признались, что бюджет направят на закупку специальной формы. В первую очередь и Аркалай берет костюмы песочного цвета и отличительный значок с орлом получат пятиклассники. Форма – значимый атрибут для ребят. Она выделяет их на любых мероприятиях и в то же время дисциплинирует. Именно поэтому в первую очередь для ребят стараются приобрести специальное обмундирование. Часто оформенные комплекты юноармейцам дарят в рамках благотворительной помощи крупные предприятия. Например, якутское градообразующее предприятие «Полюс Алден» закупило для мальчишек и девчонок из Алдена, Таммота, Ленинского и Нижнего Куранаха не только зимнюю и летнюю форму, но и атрибутику для торжественных мероприятий. Архангельским патриотам обмундирование подарил местный целлюлозно-бумажный комбинат, А 1500 брянских юноармейцев одели за счет областного бюджета. Благодаря поддержке Магаданской Федерации стрелковых видов спорта проект «Юноармия» на службе Родины получил грант в размере 3 миллиона рублей, часть которого также пойдет на пополнение гардероба. Кстати, формы сотрудничества с крупными организациями, предприятиями, фондами, объединениями всего более 40 партнеров у юноармии разнообразные. И одно из важнейших направлений – профориентация молодежи. Недавно концерн «Техмаш», ведущий Российское производственное объединение по разработке и производству боеприпасов, объявил о создании юноармейского центра. Генеральный директор концерна Владимир Липин пояснил, сотрудничество направлено на популяризацию военно-технических знаний среди молодежи, пропаганду военно-прикладных видов спорта, подготовку специалистов для работы в оборонно-промышленном комплексе. Центр будет действовать на базе столичного научно-исследовательского машиностроительного института имени В.В. Бахирева, где иноармейцы смогут не только встречаться с ведущими инженерами и конструкторами, но и изучать особенности производства ними. Такое личное знакомство с нюансами профессии и возможность попробовать разные направления смогут дать наглядное понимание той или иной работы. Уже более 300 тысяч юношей и девушек из всех регионов России приобщились к юноармейскому движению и получили не только важные азы патриотического воспитания, но и возможность открыть для себя самые разные сферы жизни – армия, образование, культура, бизнес, наука, волонтерство. Именно благодаря широкой образовательно-просветительской деятельности юноармии большинство ребят определяются с профессией и с уверенностью смотрят в будущее.